Всем доброе утро! У нас утро с приключениями, вернее, все по плану. Вчера мама нашла рядом ветклинику, сделала своей собаке прививку и получила паспорт. Сегодня мы идем с моей Марусей и с маминой Катей. Катя чувствует что-то неладное, кричит на всю плю. Ой, моя кричит. Плюс в том, что вроде бы переселенцам делают какую-то льготу на прививку и выдачу паспорта. Они записывают, фотографируют все документы. Кнопу не веду. У кнопы проблема. Обнаружила вчера или позавчера на попе очень большую шишку. Думала сначала, что это одно, но скорее всего это опухоль. Поведем на УЗИ. Не знаю, что будет. Скорее всего онкология. Собачка уже не молоденькая. У нее и на груди там есть немного припухло. Так вот, кнопку надо сводить на УЗИ. Я думаю, в таком возрасте вряд ли кто-то будет оперировать, но надо посмотреть. И минус в том, что я не знаю, как прививка скажется на ней. 14-й год. Опухоль. Но врачи категорически не соглашаются не делать прививки. А документ нужен и нужен с печатью. Вы сами понимаете. Вот как-то вот так. Итак, в вашем видео это уже будет день номер два. Мы сделали, напомню, прививку от бешенства Маруси, Кати и Лаки. Двум кошкам и собачкам. В принципе, уже прошло три дня. Сейчас, извините, поводок запутался. И все перенесли нормально прививку. Хуже всех перенесла Маруся. У нее была рвота. Но была вызвана эта прививка или просто переела, не знаю. Сейчас веду кнопку. Кто не видел кнопку. Веду кнопку на УЗИ. Посмотрим, что скажут. Я без записи. Предварительно не записывалась, потому что, когда ребенок меня отпускает, тогда я и бегу на прием. Надеюсь, нас примут. Попытаюсь, опять же, договориться, чтобы не кололи прививку. Но я думаю, они и по УЗИ сами поймут, что и как. Потому что 14 лет собаке плюс опухоль. Я вам расскажу, какой в итоге диагноз поставят. У нас была Бетти собачка у мамы. Она умерла в 15 лет. Два раза ее оперировали. Вернее, два раза была опухоль. Один раз оперировали. Собачка прожила два года. Потом опять образовалась опухоль. И больше оперировать не стали. Посмотрим, что здесь предложат. Ну, в 14 лет, конечно, наркоз собака может не выдержать. Так, мы через переход. Да, машина нас так припустила, как будто хотела передавить. Передавить, задавить. Это известный памятник в городе. Это память тем, кто отдал за на жизни во Вторую мировую войну. Так, ну ладно, мы идем. Итак, УЗИ мы не сделали, потому что сегодня нет мест. На завтра записалось. Но, опять же, каждый хочет по полной, как говорится, содрать денег. Да, кнопочка? То, что я и говорила. Одно УЗИ одной проекции анального отверстия 420 и грудь 420. Но УЗИ... Смотрите, какой барбосный у нас лает. Так. Но УЗИ они не делают без консультации врача. Дополнительная консультация врача нужна. Сначала вы идете на консультацию, а он уже решает, нужно вам УЗИ или нет. Консультация стоит тоже 300 гривен. Говорю, мне нужна прививка от бешенства. Она мне говорит, смотря какая прививка, и называет стоимость 720 гривен. Я говорю, подождите. Я кошечки делала на прошлой неделе за 91 гривну. Она... Ну, это бешенство и комплексная прививка. Ну, и потом 720 мы доходим до 250. И в конце я спрашиваю. Мне, как переселенке, ну, как бы полагается льгота или нет. Она говорит, нет, никаких программ нет, ничего нет, я говорю. На прошлой неделе всем членам нашей семьи делали прививку от бешенства по льготной цене. Мне отвечают, о, да, у нас же есть гуманитарная вакцина, гуманитарная помощь. Я сейчас посмотрю, есть ли она. Если есть, то мы уколим. Ну, и, соответственно, записалась. Вот такой у меня сегодня день. Ну, получается, я не знаю, даже по-женски, если какие-то проблемы или грудь надо проверить. Я обычно иду на УЗИ, да, смотрю, пишут заключение, а там я уже решаю, надо мне идти к врачу или нет. То же самое здесь. Почему нельзя сделать УЗИ врач, УЗИ собаки и написать соответствующее заключение. А я уже как хозяйка решу, буду я собаку в 14 лет оперировать или нет. Опять скажите, что я недовольна. Пускай я недовольна. Понятное дело, что если бы были лишние деньги, то ты бы пошел на консультацию, послушал мнение врача.